И вновь доброго времени суток, дорогие мои человеки, в эфире телерадио-туба шоу Пищевой медосмотр и её бессменный ведучий Степан Кондратьевич. Дед, но всё ещё молодой. Наш молочный порчучок. Вельми любит бурачок и борщи, и винегреты. Йон готовит мыслово с бурачком заужды здоровы. И сегодня на обзоре наше телерадио-туба шоу Пищевой медосмотр будет борщ. Вот такая замечательная баночка со свежей капустой. Роллинг выпускает. Ну а запивать будем Добрагон, почему-то крафтовый написан. Ну а к этому вернёмся чуть позже, а пока что обратимся к вашей почте и комментариям. Мне пришла замечательная картина моей юной телерадио-туба-зрительницы Анечки. Там я изображён у лаборатории. Там лежат, видно, и консервы такие какие-то, и экспериментальные препараты. Ну всё-всё как положено. Ну и сегодня снимаюсь я на территории своего домовладения. Спасибо за такую замечательную картину, пейзаж. Очень признателен дед Степан Кондратьевич. Всё ещё молодой дед. А ещё я обратил внимание на комментарии Сергея Нижельского. Дед, возьми хлебушку к челёдочке. Естественно, я улепил ему дизлайк. Жесточайший себе поставил лайк. Ну как же, сам себя же не обделишь. Ну потому как, дорогой мой человек, ну мы же не хлебушек дегустируем, а челёдку. С тем самым препаратом экспериментальным. Ну всё, пока что с этим разобрались. Я думаю, стоит приступать к нашему жесточайшему дегустационному эксперименту. А вы пока можете поставить на паузу и написать очень качественный, жесточайший комментарий. Дед будет признателен. Начнём с закуськи. Консервы. Консервы, точка. Первое обеденное блюдо. Борщ со свежей капустой вегетарианский. Стерилизованный. А смотрите, какие-то сделаны роллинг. Так, сейчас это кто это он делает? Брестская область, Солинский район, РП Рэш. РП. РП. А что такое РП? Что-то я не понял. Написали бы по-человечески наш отечественный, самый лучший агрогородок. Генеральный секретарь конференции католических епископов России. Простите, заплеток языкается. А то какой-то РП. Это так не надо делать. РП мы такое не понимаем. Агрогородок, это по-нашему. Вообще, в агрогородок. Итак, почему по-хитрому? Потому что тут-то ничего не написано, что он вегетарианский какой-то. А здесь уже у основания, у инструкции по эксплуатации борщ вегетарианский. Но с одной стороны, это хорошо, потому что он-то и привлечет этих самых вегетарианцев. Но с другой стороны, оттолкнет, может, мясоеду. Хотя и то не факт. Ну ладно, что тут у нас? Свекла свежая, капуста свежая, картофель свежий, морковь свежая, лук репшатый свежий, масло подсолнечное, я уже думал, свежее напишут. Не, рафинированная томатная паста, сахар белый, мука, пшеничная, первого сорта, а сэкономили на муке, это первого добавили. Ну ладно. Сор поваренный, пищевая, йодированный, зелень сушеная, регуляторы кислотности, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, перец черный молотый, лавровый лист. Все свежее, даже лавровый лист. Ну хорошо. Так, что тут у нас по свежести? Напиток спиртной и зернового сырья Добрагон, краутовый. Ой, как мелко-то написано. Слухать, я хоть дед и молодой, но... Ой, ну ладно, сейчас под микроскоп режиму ключу. Так, фокусируюсь. Белорусские продукты, давно эффектно. Ой, как укусные, экологичные. О, у меня уже слюнки потекли. Вступление такое не написали. Короче, широкое признание получили. Дистиллят ячмена, вода питьевая, подготовленная. Основа натуральная, солодовый экстракт, древесина дуба экстракт из изюма. Пищевая добавка, красительный, сахарный колер. Настой на основу зернового дистиллята, вереска, белых грибов. Ёшкин, матрушкин. Грибы белые добавили. Так, ладно, давайте кострыше там хоть разгореть, гореть. Дорогой мой, ну... Так, акцизы новые на российском мове. Пробочка такая прикольная, пластиковая. Так, дистилляты, говорите, ну да. Ммм, давайте наплюхаем. Вот так. Оцениваем аромат. Самогонка, запах легкий, но не отталкивающий. Нет, знаете, бывает такая деревенская. Как деревенские некоторые. Особенно раньше любили и первак, и тело, и хвосты, и все вместе. Особенно первака лупанут. Да, это же так нельзя делать. Ой. Ну, здесь как бы приятно, не отталкиваю, что нет. Самогон, да. И белую грибу не ощущаю. Стекла запаха нет. В отличие от, когда пьешь наше это винище, там стекла запах. Так, давайте попробуем вот это. Оп, шелк. Здесь дед Степанка Вратьевич имеет у банки следующую структуру. Темная такая корочка окислилась, видно. Ну, не очень густая. О, а здесь уже посветлейшая пошла. Так. Ой, трохи свалилась. Вот поглядите, что это такая кашица. Вот так вот это состоит. Ну, а доброгон, желтенький, такой как мочегон. Приступим с доброгону. Ой. А что-то урочи такое. После укусия приятное. Тепло сразу пошло. Ощущаю кору дуба. Ой. А что-то от белых грибов, что ли, так у вас? Боровичков напихали. Ну, так и неплохо. Согрела, но не перетрахнула. Да. Давайте посмотрим, что мы тут имеем. Закусивать борщом буду. Угу. Так. Мягкий, приятный укус. Это я сейчас про вот это говорю, не про это. Все очень хорошо протушено, но неплохо. Тут мне указан способ приготовления. Содержимое банки залить кипящей водой в соотношении 1-1,5. Хорошо перемешать, довести до кипения и варить 3-5 минут при помешивании. При подаче рекомендуется добавить сметану. Ну, спасибо за рекомендации. Будем учитывать. Ну, в любом случае, конечно, это, как знаете, борщ холостяка. Это не вегетаранский. Я вам бизнес-идею даю. Опять. Жесточайшие сверху рекомендациям деда Степана. Сын, ты доверяешь мне? Да. Давай же. Правила номер один никому не доверяй. Бизнес-идея. Напишите борщ холостяка. Вот. Потому как приходишь домой, плюху к кастрюляку, и все готово. А вегетаранский, ну, как-то не. Не, не а то. Не модно. За бизнес-идею деньги переведете мне на расчетный счет. Там указаны реквизиты, карточки мои домашние, да. О этом швейцарском банке. Ну что, тогда давайте сварим закуську. Пошла кастрюляка дедова. Ну, я думаю, литрушку воды, пожалуй, хватит. Сейчас она быстро на этом закипит, да. Борщ, типа. Тут что-то попались какие-то вот тараканы, что ли, на производстве у вас. Тише, что это вот темненькое, это я не буду укидывать. Во. Тише, может, подгорело, что? Непонятно. Ну, ладно, пора загружать, я думаю. Ох, у кастрюляку. Ох. Пошло дело. Прошу заметить, я не солю, не першу, ничего не добавляю. Конечно, если бы я так не в условиях эксперимента делал, так, а чисто для себя, я бы тут обжарку бы разную, чтобы сделал бы. Вот. Ну, здесь у меня где-то 0,9 литра воды я добавил. Кипение сразу прекратилось. Вот он. Глядите. Сметану их, говорят, добавить. Кипение. Вот так надо открывать сметану. Для вас прошло мгновение, а для деда целая вечность. Вауще идет процесс приварки. Да, пожалуй, это можно уже и снимать Готово Несу, хлопцы, горяченька Несу Ой, запах поменялся Вот ты гляди-ка О Трохи перчиком почему-то отдает даже Ну, неплохо Пока что по запаху неплохо Давайте Как забулькало-то По второй Посмотрим, как идет пища холостяка С Добрагоном После первой Ой Вы видели, что произошло? Уже льются слюни Слюнявочек нужно одевать Ой Так Очень мягкая свекла И свекла, прошу заметить, не на терке натерта А кусочками порезана Так Не хватает соли однозначно Особенно холостяки, как знаете, как они сольку-то любят Ой Ну, на запах Это неплохо Юшки Сейчас скажу Так Не хватает насыщенности, дорогие мои Больше, чем На литр ни в коем случае не разбавлять водой Абсолютно Да Жидковатый Жидковатый Божж ваш вегетеранский Чувствуется, что нет Ни навару, ничего Ну, по цене стоило Это что-то Тридцать Тридцать девять Вроде бы, что-то такое А Добрагонный Что-то там Под десять рублей Девять Девяносто Ти что такое Да, вот и что там было Комментарь одного человека Аж подбомбило меня Да что ты такое говоришь Когда селедку я эту вот Со светлофор делал Не может продаваться К тебе по три с копейками за килограмм Селедец продавать Дорогой мой человек Я там и ответил ему, конечно, в комментариях Жесточайше Что в одном магазине Не буду называть Потому что, сами понимаете За рекламу не заплатили Я это не могу Мне совесть не позволяет Говорить тогда В одном магазине по акции Когда карточку этого магазина даешь И периодически бывает Да, по три Трица что-то такое А так 5-6 рублей в килограмм Да Совершенно верно В общем, тот, кто брал Это такая зеленая карточка Там На Г называется Тот, кто следит за этими Берет Ну, он знает Так что Если, как говорится В вашем агрогородке Нету таких магазинов То у деда В его собственном агрогородке А я владелец одного из агрогородков Такой магазин имеется На Г С карточкой такой зеленой Ну, ладно Короче, борщ жидковатый Настало время Замечательных историй Пошел я тут как-то с проверкой Ну, работа у меня такая Тяжелая Сами понимаете Окей Пошел в магазин Не купляю В сеточках такие, знаете Там апельсины, мандарыны бывают Ну, сразу сеточку взял Этих апельсинов Не поглядел Заплатил еще на кассе Прошел домой А из 15 этих апельсинов 5 штук Гнилые Заплеснявые такие Цвелые, короче Как по-нашему говорят В общем, человек в руки понес Уебан забит Обратно в зад Прихожу, а мне этот продаватель Говорит, да что ты такое говоришь Все, тут хорошее Посмотри, какие качественные апельсины Я говорю Если качественные Значится ешь Короче, стоить И он ест Это ест Смотри, уже позеленел весь Боже мой Аж на тошнотики потянуло Самого Короче, съел апельсины Приходит, тут прилетает Старший менеджер Говорит, что у вас случилось Я говорю Дайте мне новые апельсины Потому что этот ваш Продавачка Съел мои 5 штук Так и Разрешлись Как говорится Деда не наебеж Да Давайте тогда по третий Потом у деда, конечно, еще там И заключительные пойдут И продолжение Это уже, да Это Сами понимаете Комары Слухой летают Если комар вас укусил Есть вот такая тема Комарочесалка Вот так вот Насломили И чешут Добрагон Интересно Вот что-то Третье Назад Хотел Ой Зачистил Может, что ли Так, супу Холостяцком Ой Ой Отъезжаю Сейчас еще ложечку Щербану Ну Смотрите Такие хотелось бы сделать выводы По этому борщевому набору 340 рублей Вот этот Ролоник Масса 470 граммов Добрагонно Хоть 0,5 ровно 0,5 ровно И крепость 40 С одной стороны Вроде бы И дешево И неплохо Но с другой стороны Вкус Абсолютно Пусточелый Конечно Дед Степан Сделал бы Там и зажарку Бульончик Сварил бы С робрышками С мясом Как положено Наваристый Чтобы получилось Ну это все Конечно Требует Время С одной стороны Ну можно Уезжать 330 Это дешево Это в принципе Заборщевой набор Дешево Но опять же Ушлите Что это Вегетеранский Только как говорится Вот у дорогу Куда-нибудь На рыбалку Взять Там знаете Ну чтобы такой Горячий перекус Был Ты же В условиях Там похода Рыбалки Охоты В условиях Стеснительно А вы же сами Знаете Я и охотник И рыбак И грыбник И этот Но с домашним Божьем Это зерновой Дистиллят Изготовлено В медном Переводном Кубик Ну в принципе Неплохо Довольно таки Качественная вещь Я бы сказал Зерновой Да Цена стандартная Ничего такого Ну Пока что Вот Имеем Как говорится То что имеем Самогон С вегетеранским Борщом Холостяцким Все Дорогие мои Человеки В этом чудесном Уже голеньком Практически Осеннем лесу На сегодня Дед Степан Кондратьевич Откланивается Ставьте лайки Подписывайтесь Обязательно Не глядите На халяву Желаю Что могут Там поглядеть Реквизиты На барщи Дополнительно Перевести Производителя Вот этого Поделитесь роликом У скотчетях Дед Степан Кондратьевич Всех любит Всех ценит До следующих встреч Увидимся Что-то как-то Не распробовал Задышал Полными цицками Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok